Заметка Электрика У нас на предприятии они до сих пор очень распространены, например автоматы АП-50 применяются на подстанциях предприятия для защиты оперативных цепей, цепей соленоидов, цепей управления, цепей сигнализации, цепей напряжения, цепей различной автоматики и так далее. Безусловно у него есть свои как преимущества, так и недостатки, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Поэтому если интересно, то подписывайтесь на канал Заметки Электрика. В настоящее время мы плавно переходим на модульные автоматы для цепей постоянного тока S60HDC от Schneider Electric и S202M UC от ABB. Правда они имеют заоблачную, на мой взгляд, цену, которая практически раз в 10 дороже, нежели стоимость автомата АП-50. Но речь сегодня пойдет не совсем об этом. Дело в том, что в очередной раз к нам на испытание в электролабораторию привезли автомат АП-50 с номинальным током 50 А. Прямо с первого взгляда он мне показался каким-то подозрительным. Вкратце расскажу про свои наблюдения. Во-первых, производитель автомата был, как говорится, no-name. То есть, даже держа упаковку в руках, я так и не мог понять его производителя. Заметил лишь логотип, вот он, неизвестного происхождения, чем-то напоминающий мне логотип компании EKF. Естественно, что это был не EKF. Зато рядом с логотипом отчетливо виднеется дата его производства. Это, как видите, июль 2013 года. Может, я чего-то и не знаю, и это какой-то известный бренд, то дайте знать мне об этом в комментариях под видео. Для лучшего представления я вам сразу же буду рассказывать про свои мысли по результатам осмотра, сравнивая данный экземпляр с явным оригиналом от известной и давно себя зарекомендовавшей в производстве электрических аппаратов компании КАС. Надпись с краткими характеристиками на подозрительном автомате нанесена белой краской, причем очень легко удаляемой. И ее уже, как и не бывало. А вот так выглядит информативная табличка на автомате от производства КАС. Напомню, что КАС – это Курский электропарадный завод. Табличка выполнена в виде наклейки. Может быть, и звучит неубедительно, так как раньше информация на этом месте была отлита непосредственно с корпусом автомата, а номинал автомата выдавливался отдельным клеймом. Вот вам, для примера, экземпляр AP50 от того же КАС. Вот этот логотип. Но только 1966 года. Но, тем не менее, в последнее время автоматы приходят с хорошо и плотно наклеенной табличкой, то есть наклейкой, но никак не слегка стираемой надписью. Да, кстати, почему-то у подозрительного экземпляра номинальное напряжение на корпусе указано величиной 380 В. Ведь автомат изначально предназначался для применения в электроустановках переменного напряжения величиной 500 В и постоянного напряжения 220 В. Решил заглянуть в упаковку и развернуть вкладыш паспорта, пришедшего на испытание автомата. И, безусловно, подозрения мои подтвердились еще больше. Вместо паспорта был вложен такой лощеный листок с распечатанным на принтере текстом и печатью. Кстати, печать от ЭК-9 тоже распечатана на принтере. Тот, кто подделывает автоматы, даже не удосужился заполнить графы с пробелами, чтобы внести в них технические характеристики данного автомата. Причем текст в паспорте был точь-в-точь перепечатан с оригинального паспорта. И вот вам для наглядности паспорт оригинального АП-50 от КАЗа. То есть, вот, один в один. Причем у оригинала все пустые строчки заполнены ручкой, а в необходимых мечтах сделаны подчеркивания характеристик автомата. В конце поставлена печать с датой изготовления, вот тут, август 2014, и печать технического контроля УТК-5, заверенная подписью. Да, в принципе, и этот паспорт можно подделать, согласен, но у нашего экземпляра даже и этого не удосужились сделать. Идем далее. Открутил два винта и вскрыл автомат. Ну, внутри все новенькое, чистенькое. И даже видны места смазки. Вот. Здесь. В первую очередь, мне бросилась в глаза гравировка его номинала 50 Ампер на механизме управления автоматом. У меня уже сформировалась такая привычка всегда проверять автоматы АП-50 на соответствие надписей на корпусе и на механизме расцепления. Потому что бывали случаи, когда на корпусе указан один номинал, а внутри другой. На механизме расцепления я не вижу здесь никаких рисок шкалы для регулировки уставки автомата. Кстати, регулировка осуществляется рычагом, вот этим вот рычагом, который фиксируется данным винтом. На механизме расцепления для регулировки уставки номинального тока автомата должны быть нанесены гравировкой риски. Вот как в данном случае. Здесь вот уставка 0,7 от номинала. Это номинал. То же самое сделано и на старом образце автомата. Вот здесь вот 10 ампер, например, риски. 16 ампер. В общем, вот она, эта регулировка. Решил удалить заднюю фиксолитовую пластину автомата и посмотреть его тепловые элементы. Есть ли они вообще там? Ну, как оказалось, есть. И причем выглядят вполне прилично. На регулировочных винтах нанесена краска. Вот для сравнения тепловой элемент автомата от КААС. То есть слева автомат КААС, справа наш подозрительный автомат. Чтобы развеять все сомнения, давайте прогрузим автомат. И уже с точностью скажем, соответствует ли он заявленным характеристикам или нет. Итак, поехали. Соединил все полюса автомата последовательно. А на конце крайних полюсов подключил испытательное устройство. Прогрузку автомата я буду осуществлять с помощью устройства RITOM21. О нем я уже подробно рассказывал в своих предыдущих видео. Поэтому сейчас на этом останавливаться не буду. При токе 1.1 от номинального, в некоторых источниках 1.05, автомат не должен отключаться в течение часа. Это значит, что при токе 55 А автомат не должен отключиться в течение часа. Ну, ждать целый час у меня времени нет, поэтому перейду сразу же ко второму пункту. То есть второй пункт это условный ток рассыпления. При токе 1.35 от номинального, то есть при токе 67.5 А, автомат должен отключиться в течение 30 минут. Автомат я включил. Навел ток 67.5. Включаю устройство. Вот тут даже немножко больше. Вот так, 67.5. Время пошло. В общем, будем ждать. По ходу эксперимента буду немножко корректировать. Оп! Уже отключился. При токе 67 А он отключился за 20 секунд. Да, безусловно, автомат сработал. Время 20 секунд. Скажу сразу, что уже появились сомнения не только по внешнему осмотру автомата, но и по его работе. То есть сейчас я навел... Это вот время токовая характеристика нашего автомата. Я навел ток 1.35, ну даже вот возьмем примерно серединку, чуть меньше. Согласно графика, автомат должен сработать... Ну, примерно за 100 секунд это точно. А по своей практике скажу, что он срабатывает из холодного состояния примерно 8-9 минут при таком токе. В нашем же случае автомат сработал за 20 секунд. Перейдем к следующему испытанию. Согласно время токовой характеристики автомат АП50 при токе 6-ти кратном от номинального должен отключиться за время в пределах от... Вот у нас 6-ти кратный ток. При 6-ти кратном токе автомат должен отключиться в пределах от 1.5 секунд до 10 секунд. Ну, в других источниках до 15 секунд. В этом случае автомат проверим по полюсам, то есть каждый полюс в отдельности. Так, теперь навожу 6-ти кратный ток, то есть 300 А, и засекаем время срабатывания. Поехали! В общем, навел ток 300 А. Поехали! Первый полюс включаю. Автомат отключился при токе 298 А за время 1.23 секунды. Ток 300 А у меня уже наведен. Так, поехали, средний полюс. Оп, отключился. Ток 300 А, время 1.17. Третий полюс включаю. Оп, отключился. Время у нас составило... Так, ток 303 А, время 470 миллисекунд. Вот, у нас же все полюса при 6-ти кратном токе вышли за пределы заявленных характеристик. Я уже хотел переходить было к проверке электромагнитного рассыпителя, но решил еще проверить одну точку на графике. Это у нас стандартная точка, трехкратный ток. То есть, при токе проверим данный автомат, тепловой рассыпитель, вернее, автомата, при токе 150 А. Как видите, согласно графику, время срабатывания автомата должно находиться чуть больше 10 секунд, может 12 секунд, до 40 секунд. 20-30 секунд, а, извиняюсь, до 50 секунд. Итак, проверим. Так, первый полюс 150 А. Поехали. Оп, отключился. Время состояло 6,60. Средний полюс 150 А. Поехали. Оп, отключился. Время 7,61. Не соответствует. Итак, третий полюс, на его 150 А. Поехали. Оп. Автомат отключился. Время отключения составило 100... Так, ток 148 А. Время отключения 3 секунды 13. Маловато. То есть, по трехкратному току автомат не соответствует время токовой характеристики. Ну, в принципе, на этом его можно уже забраковать. Но, тем не менее, проверю заодно уж и его электромагнитный рассыпитель. Ток срабатывания электромагнитного рассыпителя составляет 10-ти кратный ток от номинального, то есть 500 А. При таком токе автомат должен отключиться за время порядка 0,2 секунд. Ну, давайте посмотрим. Ток 500 А. Поехали. Отключился ток 484 А по устройству. Время отключения 11,9 миллисекунд. Средний полюс 500 А. Поехали. Отключился. Время 500 А. Так, время 11,1 миллисекунда. Третий полюс. 500 А. Поехали. Отключился. Время составило 11,8 миллисекунд. Поэтому подозрения вполне подтвердились, даже уже на начальном этапе при токе 1,35 от номинального. Затем мы проверили 6-кратный ток. И все три полюса вышли за пределы заявленных характеристик. На всякий случай проверили тепловой рассыпитель при трехкратном токе. И ситуация аналогичная. Все тепловые рассыпители отключились за время ниже положенного. То есть вышли за пределы нашей время токовой характеристики. Ну и по электромагнитному рассыпителю в принципе нареканий нет. При 500 А он надежно отрабатывает, срабатывает за соответствующее время не более 0,2 секунд. По результатам испытаний могу с уверенностью сказать, что данный автомат к дальнейшей эксплуатации не годен. Так как его тепловые рассыпители не соответствуют время токовой характеристики. Да и как я уже говорил в начале видео, внешний осмотр меня настораживает к его применению. А вы что думаете по этому поводу? Подделка это или нет? А на данном автомате я ставлю вот такой крест. И отправляю его обратно заказчику. На этом пожалуй все. Если вам понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!